Над тихой речкой А соловей над речкой Звонче, звонче Кивают в такт головками цветы Бабаевский край Легендарная судская земля Древний обитель финно-угорских племен Живших на берегах реки Суды И более чем двухсот лесных озер Озерный край Настоящее зазеркалье, полное легенд Сказаний и небылиц Уникальными природными объектами района Являются озеро Большое Идеально круглой формы С прозрачной водой Окруженная ягодниками клюквы и морожки Сказочно красивое и загадочное шим озера Это периодически исчезающее Карстовое озеро В восточной части Вепской возвышенности Раз в несколько лет Почти вся вода из этого озера Вместе с рыбой уходит в карстовую воронку Которая в народе называется Черная яма Таинственное озеро Колодное Еще одна из загадок Бабаевской земли Ходят легенды о таинственном чудище Обитающем в его водах Создание прозвали плавучим драконом Издавна ходят рассказы Об исчезновениях рыбаков и купальщиков Говорят и по сей день Находят лодки с пробитым дном Настоящим памятником уникальной бабаевской природы Является Каменная гора Склон древнего ледника Любимое место отдыха бабаевцев и гостей края Озеро Черное Историческое место Именно здесь еще за тысячу лет до нашей эры Поселились финно-угры Предки нынешних вепсов Оставившие в наследство нынешним предкам Многочисленные памятники культуры Обряды, сказания и язык Основными занятиями вепсов были земледелие, животноводство, рыбная ловля и охота Вепсы известны и как искусные ремесленники Они занимались домоткачеством и шитьем Изготовлением орудий труда Предметов обихода Изделий из керамики Среди них было много плотников, кузнецов, каменотесов Вепская пословица гласит Вепс с топором за поясом родился Столетиями формировался вепский язык Древнейший из прибалтийско-финских Создавался редкий эпический и музыкальный фольклор В белом танце красавец берез По полгода под шалью из снега Где дурманит травой синокос Манят ладога, свирь и онега Заселили давно в годы грез Край, как белое озеро, синий Обладатели лунных волос Вепсы Белые люди России История Бабаевского района Неразрывно связана с древнейшей историей Российского государства Курганы с уникальными археологическими находками Связанными с языческим славянским обрядом захоронения В изобилии встречаются по берегам реки Копь и Волочня Первое письменное упоминание о поселениях славян Вытеснивших финно-угорские племена Датируется 1389 годом, когда их упомянул в своей духовной грамоте Один из величайших русских князей Дмитрий Донской Земли нынешнего Бабаевского района входили в состав Белозерского княжества Ученые предполагают, что предки нынешних жителей Бабаевского района В составе воинства князей Белозерских участвовали в 1238 году в битве против хана Батыя на реке Сить, а в 1380 году и в битве на Куликовом поле Реформы Петра Первого, изменившие историю всего российского государства Привели к тому, что бабаевские земли почти на 200 лет вошли в состав Новгородской губернии За это время бабаевцы внесли существенный вклад в развитие Российской империи Добывали железо, заготавливали лес, готовили полотные веревки В том числе и для молодого российского флота строили судоходные каналы, не говоря уже о хлебе, рыбе и пушнине Знаковым памятником архитектуры 19 века является усадьба Хвалевская, расположенная в селе Борисово-Судское История усадьбы по-своему уникальна и в то же время похожа на историю большинства русских дворянских усадеб Она являлась главным родовым домом представителей древних русских дворянских родов Качаловых и Долгово-Соборовых С усадьбой связаны судьбы двух губернаторов Архангельской губернии, сына и отца Качаловых Известного советского ученого Академика Качалова, создателя отечественного оптического стекла Родной бабушки поэта Александра Блока, Ариатны Александровны и многих других выдающихся людей России История Бабаевского района неразрывно связана с его административным центром, городом Бабаева Своим появлением город обязан железнодорожной станции Бабаева, которая возникла в 1902 году в связи со строительством железной дороги Санкт-Петербург-Вятка С тех пор Бабаева один из крупнейших железнодорожных узлов в этом направлении Приход советской власти после 1917 года был воспринят в Судском крае спокойно, без резких выступлений в ту или иную сторону В 1927 году в ходе проводимой территориально-административной реформы город Бабаева стал центром вновь образованного Бабаевского района В годы Великой Отечественной войны более 10,5 тысяч бабаевцев ушли на фронт Более 5,5 тысяч не вернулись назад 9 человек стали героями Советского Союза Причем Сергей Михайлович Быстров стал первым героем среди влагжан, погибнув в 1936 году, защищая Мадрид Героями стали участники Великой Отечественной войны Иван Васильевич Струшкин, летчик-разведчик, посмертно Павел Никитович Фомичев, артиллерист Андрей Павлович Коновалов, штурман авиации Николай Васильевич Серов, командир взвода, посмертно Иван Потапович Беляев, командир пулеметной роты Николай Игнатьевич Быстров, летчик-штурмовик Сейчас Бабаевский район – одна из динамично развивающихся территорий Вологодской области В Бабаево находится компрессорная станция магистрального газопровода «Грязовец-Выборг», который предназначен для обеспечения поставок газа в газопровод «Северный поток» и потребителям северо-западного региона России Через железнодорожный узел Бабаева ежегодно проходит около 50 тысяч поездов Бабаевский хлебокомбинат – самое успешное предприятие пищевой промышленности региона На территории района успешно работают предприятия, добывающие и перерабатывающие промышленности Бабаевский леспромхоз – крупнейшее предприятие лесозаготовки и деревообработки района Постоянно растущие темпы лесозаготовки, применение самых современных технологий и большая работа по восстановлению лесного фонда региона – Вот принципы работы людей, которые стремятся сохранить главное богатство Бабаевского района – лес Поезда приходят и уходят, день за днем, за годом год и век Наш вокзал Бабаева родное Вас встречает новый человек КОНЕЦ 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 КОНЕЦ